Ввел в Украину войска, и они сейчас бомбят русскоязычные города, Киев, Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Пойдем, пойдем. Я за Путина. Я хочу вам показать... Я за Путина. Я поняла. Даже не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот русскоязычные города, Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Я за Путина, я во всем за него. Да, Киев никто не бомбит. Я этому не верю. Вообще, я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает. Поэтому у меня нету какого-то негатива к этому. Значит, так надо. Вот это мое мнение. Мы же никак повлиять на это все не можем. Мне тоже как бы не нравится вся эта ситуация. Не думайте, что нам это все нравится. Потому что я понимаю, что и санкции ведут, и все равно, получается, будет бить по нашим карманам. То есть это инфляция, и безработица та же самая. Но, значит, надо так. Вот тут у меня только мое мнение. Такое, что, значит, будем терпеть, надо. Правительство России хочет ухудшить своим действиям жизнь простых граждан. У нас уже наложены санкции. От нас уже отказываются множество стран, с которыми мы сотрудничали. Мы могли бы дальше сотрудничать и продолжать жить. Но, к сожалению, этого не получается сделать из-за того, как наш президент и верхушка ведут себя в чужой стране. Как-то мне не хочется прямо это говорить, потому что у нас как-то это... Может за это быть какая-то опасность. Поэтому я лучше воздержусь от этого. Я просто за мир, и все. Мне не хочется войны. Превентивный удар. Он всю жизнь, да, тысячи жизней. Это правда. Это горько, это больно. А что вы прикажете делать? Ждать, пока на нас нападут? Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Наши все там. Украина, Белоруссия. Но это же произошло? Почему? Почему? Не знаю. По новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. Это Зеленский все делает. Американцы. Зачем он положил 500 человек уже своих? Зачем? Не знаем. Да ну его нахрен.